Здесь же двери пройдут, вы видите на стороне. Согласен, двери... А там работайте, давайте. Я не знаю, что в чём-то я спрашиваю, лично ли я буду тоже. Мне тоже не сильно подоприятно. Он меня на слове ловил, буду ли я лично, а сам решил не приехать. Ну ладно, это второй вопрос. У меня вопрос забора. Кардинально не устраивает, и кабель питания, идущий из подвала дома, тоже не устраивает. Значит, забор. Вы понимаете, что любой забор это временное время. Затем забором стоит старая трансформаторная конструкция. Как только мы её демонтируем, это будет где-то через месяц, мы его разворачиваем и вдоль дома. То есть спускаете по прямой, правильно? Спускаете по прямой, до того ограждения рыбного института. Скажите, пожалуйста, зачем с той стороны дома, сложно об этом обсуждать, зачем оттуда забор выдвинут на больше, чем на половину дома? Сюда. Зачем? Как, что серое здание влияет на вот это выдвижение забора? Сюда практически... Я ещё раз повторяю. Забор, это временное сооружение... Ну а как вам... Через месяц всё нужно, мы ещё не заходим на ремонт. Ну потому что стройка, её ограбить нужно, ребята. Вы же будете, вот даже вы здесь стоите, вы же хотите вон там встать. Зачем это нужно? Я не понимаю. Вот я не понимаю. Проблема этого забора с вашей стороны вот сегодня? Ну наша типа проблема... Территория не готова. Вы не хотите, чтобы он остался. Правильно, он так и не останется. Сегодня у нас... Он так и не останется. Вопрос в том, что сейчас в месяц перенесут забор, а вот эту часть доделывать ещё... Тоже же докумен? Ну да. Ну за долго. Идёт круг получается. Эти козырьки... Это опять время. Вы понимаете? Очень вопрос. В придомовой территории. То, что здесь вот так стоит, мы даже не знали, что там доделываться не будет. Мы ограждаем. Скажем так, от вас, от любых. Мы понимаем, что придомовую территорию при этом не делаем. За забором мы даже не делаем. Два дня назад и земли этой не было. Понимаете? Всё, давайте пойдёмте туда. Давайте к первому вопросу. Если дело... Если дело...